МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петропавловске горел развлекательный комплекс. Крупнейший пожар стал для огнеборцев настоящим испытанием. Почему возгорания в последнее время стали происходить чаще? Приобрести мясо, молоко и овощи по ценам ниже рыночных. В Петропавловске каждую субботу проходит сельскохозяйственная ярмарка. В этот раз свою продукцию представили 7 районов региона. И обо всем по порядку. Цифровизация, доходящая до абсурда. В некоторых сельских школах Северного Казахстана учителя заполняют электронные дневники по ночам. В это время суток скорость интернета выше, чем днем. Есть педагоги, которым приходится ездить в соседние села, где есть доступ к всемирной паутине. О проблемах цифровизации, информационной революции в сельском хозяйстве и электронном билетировании расскажет Айгирим Мукашева. Длинные очереди, излишняя бюрократия, коррупционные риски. Порой, чтобы получить одну справку, казахстанцам приходилось пройти настоящую полосу препятствий. Постепенно улучшает ситуацию переход госуслуг на цифру. В нашей области с начала года 67,5% услуг предоставили в электронном формате. Кроме того, исключили адресную справку. Благодаря этому сэкономили 3 миллиарда тенге. На очереди еще 20 справок, которые, возможно, тоже уберут. Но проблемы в процессе цифровизации все же возникают. Не все информационные системы, разработанные в области земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, ветеринарии, социальной сферы, интегрированы между собой и порталом электронного правительства. Так, в сфере земельных отношений из 14 видов государственных услуг только по 5 можно получить услугу электронно. В связи с недостаточной интеграцией информационной системы, автоматизированной системой учета и порталы правительства для граждан, на ЕГОВе недоступны услуги в сфере ветеринарии. Всего из трех услуг две недоступны. Хуже обстоят дела в районах. Жители Таиншинского, к примеру, жалуются на очереди. А одному из клиентов в ЦОНе не разъяснили, какой нужен пакет документов. Последнее чаще всего происходит из-за некомпетентности работников, говорит Кумар Аксакалов. «Надо, значит, здесь с Акимом районом очень оперативно включаться. Меньше услуг в Акимате, больше услуг в госпрокурации, в ЦОНе. Все услуги в ЦОНе. И с каждым годом все туда будет уходить. И земля, и субсидии, и все, все, все. Все будет автоматизироваться, коллеги. Акимат вообще будет сокращаться, наверное, по количеству людей, районные и областные в том числе. И это правильно. Правительство, значит, должно быть таким компактным». А в сельском хозяйстве настоящая цифровая революция. В электронный формат уже перевели 100% пашни. Теперь можно увидеть границы полей, узнать владельца и всю историю участка. А главное – урожайность. Ее, кстати, будут отслеживать с помощью беспилотников. Так будет видно, кто работает, а кто только разводит сорняки. Владельцы последних, кстати, могут лишиться своих полей, если урожайность будет меньше среднерайонной, говорит Кумар Аксакалов. Сейчас вносят изменения в законы. Таким аграриям выставят претензии. После нескольких предупреждений они могут попрощаться со своими участками. Зато тем, кто работает на совесть, в следующем году будут большие льготы от государства. «27 миллиардов тенге будет направлено на фунгицидную обработку, на субсидирование фунгицидов. Это очень хороший сигнал для наших сельхозтоваропроизводителей. Будет субсидироваться семеноводство не только отечественное, но и при завозе элитных и очень продуктивных сортов из-за рубежа. Субсидирование минеральных удобрений увеличивается до 70%. Увеличивается до 50% и субсидирование на закуп племенного скота. И получать эти льготы люди должны автоматизировано, без участия человека, подчеркнул глава региона. Пока в одних сферах цифровизация только зарождается, в других ее активно используют, даже слишком активно. Сельские учителя заполняют электронные дневники, при том, что в их деревнях даже интернета качественного нет. Доходит до абсурдного, говорит глава региона. Некоторые педагоги для этого специально едут в другие села. Только для кого они заполняют эти электронные дневники, непонятно. У родителей и учеников доступа к интернету нет. В 25 таких школах с педагогов сняли обязанность по заполнению электронных дневников. Запрещаю вообще на территории области, где нет интернета, не надо этим заниматься. Отработайте так. До абсурда доходят некоторые вещи. Ночью скорость немножко увеличивается, они сидят ночью заполняют. Потому что днем много пользователей. Цифровизация – это не только удобство и комфорт, но и безопасность. В следующем году в области установят 108 камер видеонаблюдения в рамках государственно-частного партнерства. А бороться с теневой экономикой в общественном транспорте поможет электронное билетирование. Проверили два маршрута – популярный и наименее востребованный. Последним пассажиров было в полтора раза больше, чем заявляли перевозчики. Помимо теневой экономики, местные власти сейчас пытаются бороться и с повышением цен на социально значимые продукты. Стоимость большинства, хоть и меньше республиканских, но и зарплата в Северном Казахстане – одна из самых низких в стране. Ценники на сахар и соль выросли. Подорожали также мука, морковь и капуста. По словам руководителя Управления предпринимательства и туризма, власти уже приняли меры для их снижения. Место, в которое невозможно не влюбиться и обязательно захочется вернуться. Сегодня о проделанной в течение года работе журналистам рассказал Аким Айртаусского района Бейбуд Исманов. В развитии одного из самых посещаемых уголков Северного Казахстана каждый год вкладывают миллиарды тенге. Куда направили эти средства в 2019 году, узнаете прямо сейчас. Один из самых дальних, но очень красивых Айртаусский район считается визитной карточкой Северного Казахстана. Курортную зону, которая находится на его территории, хорошо знают жители страны, ближнего и дальнего зарубежья. Свежий воздух, природа, от которой захватывает дух. Каждый год привлекают внимание туристов. В 2019-м их было больше 60 тысяч. В рамках государственной программы на ближайшие 6 лет в развитие курорта будет вложено почти 23 миллиарда тенге. Руководство района старается привлекать и частные инвестиции. В 2019 году за счет частных инвестиций в монтаж Шалкарской курортной зоне началась реализация 9 проектов на сумму более чем 400 миллионов тенге. В этом году введены 5 новых баз отдыха. Это Изумрудная, Арман, Адель, Тихая Заводь, Дом и Озеро. Больше отдыхающих приняли после расширения базы отдыха Ажар, Солнечный Вип, Жемчужина и Монтава, Боровушка и Охотничий дом Орлиная гора. Ведется реконструкция санатория Шалкарсу. Кстати, возможность отдохнуть в Амантауско-Шалкарской курортной зоне есть не только летом, но и зимой. Правда, выбор мест, где можно остановиться пока невелик. Как и возможность сотовой связи. А ведь туристам так хочется показать и рассказать подписчикам в социальных сетях о красотах Северного Казахстана. Жаль, сделать это у гостей курорта получается через раз. Заполнение строительства базовых станций, операторы сотовой связи, в частности Картел, приезжали к нам в район, обследовали техническую возможность установок дополнительных базовых станций. Средства где-то порядка 80 миллионов тенге планируется выделить из бюджета, республиканского бюджета для строительства высших, так скажем. Из-за своего географического положения, богатого исторического наследия, туристического потенциала, Айртаускому району уделяют особенное внимание. Как маленькому ребенку ему всегда достается все самое лучшее. Но и спрос его родителя тоже соответствующий. В погоне за туристами руководитель района не должен забывать о благосостоянии айртаутцев, развивать АПК, предпринимательство, промышленность. В 2019-м именно в этой части Северного Казахстана началась разработка единственного в стране месторождения олова Сырымбет. В следующем году будет начать строительство горно-обогатительного комбината на данном месторождении. Предприятие будет производить порядка 10 тысяч тонн олова в год. Общая стоимость порядка проектов составляет порядка 100 миллиардов тенге. Будет создано более 600 рабочих мест. Айртаутцы активно пользуются программами в сфере АПК, такими как Искерка, Сыпкер, Сабага, так и мерами господдержки бизнесменов. Среди них ДКБ-2020 и экономика простых вещей. В район переезжают казахстанцы из трудоизбыточных регионов страны. В 2019-м айртаутский стал вторым домом для 48 семей. Дарья Пашмынцева, Жолдозбек, Ермуканов, Новости МТРК. Прибыли на место ЧП, эвакуировали персонал, а также жителей близлежащих домов. Спасатели опасались, что огонь может перекинуться на них. За час удалось ликвидировать пожар. Жертв и пострадавших нет. Огонь уничтожил часть сауны и кровлю здания. Общая площадь возгорания 120 квадратных метров. По официальной версии, ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Также у нас за отчетную неделю произошло два пожара на автотранспорте у нас, это в Таньшинском, Жарском районе. Значит, грузовом автомобиле, легковом автомобиле. Это тоже причина, в обоих случаях причина пожара – это короткое замыкание электропроводки в автомобиле. Значит, один несчастный случай у нас в быту, получается, явленько в Явлено-Ессийском районе в силу явленько-частных жилдом. При простопке отопительной печи на твердом топливе там получила ожоги, значит, хозяйка... Не доглядели, не догадывались, а может, нарочно смотрели сквозь пальцы. Теперь министры, вице-министры, акимы областей и их заместители, руководители районов будут отвечать за коррупционные преступления своих непосредственных подчиненных. Заплатить придется своей должностью. Президент страны подписал соответствующие поправки в закон о госслужбе и противодействию коррупции. Самое время присмотреться к своим подопечным на местах. Кто и за кого отвечает своим креслом, расскажет Айгири Мукашева. Миллионами воровал из бюджета. Крупная афера экс-заместителя руководителя управления финансов в нашей области в июне стала одной из самых популярных новостей. На пару с супругой экс-чиновник через аффилированное предприятие крал деньги. Дело сейчас в суде. Похищенное, а это больше 500 миллионов тенге, полностью вернули в бюджет. Экс-руководитель ведомства тогда подал в отставку. Так сказать, ответил за проступок подчиненного. О такой ответственности говорил и президент страны Касымжумар Тукаев на совещании по вопросам борьбы с коррупцией. Если мы серьезно хотим искоренить коррупцию, то, по моему убеждению, руководители госорганов должны подавать в отставку в случае коррупционных преступлений своих подчиненных. Принять или не принять отставку – это прерогатива главы государства. Но заявление об отставке – обязательная мера. А на прошлой неделе Касымжумар Тукаев подписал соответствующие поправки в закон. Это, говорят, в профильном департаменте станет новым этапом борьбы с коррупцией. Согласно новой редакции закона, руководитель обязан подавать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда либо прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Меры жесткие, но действенные, а главное необходимые. Ведь каждый украденный тенге в итоге оборачивается некачественными работами. А потом протекают крыши в детских садах, асфальт рассыпается на глазах, а вода годами не может дойти до сельских жителей. Теперь за коррупцию будет отвечать не только виновный госслужащий, но и его руководитель. Для руководителя центрального государственного органа, то есть министра, это будут его заместители, ответственный секретарь, либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений. Для Акима области, города республиканского значения, столицы, непосредственными подчиненными являются его заместители, руководители аппарата, Аким района, либо города областного значения. Заместитель Акима несет ответственность за руководителя курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. А Акимам районов следует присмотреться к своим заместителям, а еще руководителям аппарата, исполнительных органов, Акимам сел и сельских округов. За их коррупционные преступления главам районов, возможно, придется заплатить своим креслом. Это будет решать тот, кто и назначил руководителя. Необходимо и правильно, или слишком сурово? Своим мнением о нововведении поделились и североказахстанцы. Если подчиненные руководителя попали себе на взятки, то руководитель должен освободить от должности освобожденной. Он должен наказание понести обязательно. Значит, плохо работает, наверное. Он знать должен свой личный состав. Считаю, что это неправильно, потому что он мог не знать, работодатель об этом. У него тоже семья и дети, а сотрудники разные бывают. Ответственность понесут и те, кто слабо проводит профилактику. Даже если непосредственный подчиненный взяток не брали, но анализ показывает высокий уровень коррупции, руководителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Айгиря Мукашева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Молоко, мясо, масло, овощи и мед. В прошлую субботу в Петропавловске прошла сельскохозяйственная ярмарка. В ней приняли участие товаропроизводители из семи районов области. Реализовали продукцию по ценам на 15-20 ниже рыночных. Подробности в нашем материале. Канад Сабыров приехал из Акжарского района. Продукцию привез со своего подворья. Всего 140 килограммов говядины. Но не подрасчитал. Чуть больше, чем за час прилавок опустел. И это понятно. Цены на мясо тут ниже, чем в обычные дни на рынке и в магазинах. От того и ажиотаж, говорит мужчина. Пешево пользуется очень просто. Без никаких добавок. Сами выращиваем на своем подворье. В нашем мясо подразделяется ребра отдельно, задняя часть отдельно продается, хребты, грудинка. И у всех цены разные. Например, ребра по 1200, хребты по 1350, грудинку по 1350 продаем. По ценам ниже рыночных, петропавловцы покупали мед, молочную продукцию, овощи. К примеру, килограмм картофеля стоил чуть больше 100 тенге. Литр молока – 140, десяток яиц – 150. Домашнее масло – чуть меньше 2000. Продукты по приятным ценам сюда привозят каждую субботу. Гульмира Горгополова всегда ждет выходных. С раннего утра приходит на рынок Алтынорман, чтобы закупить их на неделю вперед. Здесь экологически чистая продукция. Конечно, она свежая, и молочная продукция, и куриная. Вот беру продукцию мясо, говядина, масло, сметана, все свеженькое. Никогда никаких не было неприятностей. И, конечно, по цене, по цене подешевле. Поэтому и я хожу, и мои знакомые, и приятельницы, все стараемся по мере возможности посетить ярмарку. Творог, молоко, сметана, масло – экологически чистую продукцию Елена Первышина привозит из Тимирязи. Тимирского района уже семь лет. За это время у нее появилось немало постоянных покупателей. Товар на прилавке долго не лежит. Горожане все раскупают за пару часов. Конечно, сметана и молоко уходят первыми, сразу разбирают. Вот творожок на выбор любой. Продаем не только свою продукцию, еще соседи нам дают свою продукцию. Потому что мы свое, мы где уступаем. Даже не по этим ценам бывает. Творожок, если 600 тенге, мы по 500 тенге можем отдать. Масло также домашнее, недорогое, сливочное. Если везде оно 2500, у нас 1940. Уже ждут, 7 часов ждут. Поэтому мы, когда приезжаем к половине восьмого, мы сразу начинаем торговать. В этот раз на сельскохозяйственной ярмарке участвовали 7 районов области. Они прошли на рынках Алтынорман, Дария, Коммунальный и в Торговом доме Корона. Сельчане распродали около 7 тонн продукции на 6,5 миллионов тенге. Анжелика Сычева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Спектакль с ярким и эмоциональным финалом актеры Алматинского театра «Оньер Крандары» представили на суд североказахстанских зрителей экспериментальную постановку, после которой представители областного филиала благотворительного фонда «Хихарикет» вручили ключи от квартиры многодетной семьи из Бесколя. Добро на сцене и в жизни. Сюжет Дарьи Пышмынцевой. Две чаши весов на одно – добро и семейные ценности, на другое – зло и коррупция. На эти темы со сцены Дворца молодежи говорили алматинские актеры. Три коротких истории о серьезных вещах погрузили зрителей в раздумья. Этого и добивались артисты театра «Оньер Крандары». Сначала, когда мы только отправились с туром по городам, у нас был страх, что людям не понравится наша работа. Актеры и я, как руководитель, переживали, что контакта со зрителем не произойдет. Наблюдая со стороны, в том числе и в вашем городе, все опасения пропали. Зал хорошо реагирует на тонкий юмор, переживает во время серьезных сцен. Это означает, что постановка удалась. Актеры уже представили постановку «Алма-Ата» в нескольких городах страны. На очереди Павлодар. Тур по Казахстану они завершат 8 декабря. Дарить эмоцию зрителям – работа актеров, а жилье благотворительного фонда. Организация «Харикет», которая занимается добрыми делами, есть в каждом регионе страны, в том числе и нашем. В преддверии праздника представители фонда подарили ключи от квартиры многодетной семье Шадановых. У меня 8 детей, четверо учатся в школе, четверо дома. Старшая дочка у меня учится в городе, трое учатся в Бишкуле. Мы сами живем в Бишкуле. Я дома с детьми, а муж работает на автобусе, в автобусном парке. Мы никак не ожидали, что конец концерта будет таким прекрасным. За два года работы благотворительного фонда «Харикет» обладателями собственных квадратных метров стали почти 160 семей. В этом году в нашем регионе жилье получат шесть из них. Я счастлив быть волонтером, делать добрые дела, видеть счастье в глазах людей. Для меня это очень важно. Сыр-казахстанский филиал благотворительного фонда «Харикет» – один из самых многочисленных в стране. В него входят 150 север-казахстанских волонтеров. Назарбаев в интеллектуальной школе прошел день открытых дверей. Узнать о правилах приема в это образовательное учреждение, а также ознакомиться с учебным процессом. Могли учащиеся других школ и взрослые. В канун праздника Дня первого президента для ребят и родителей там провели экскурсию. Аида Рахимова учится в шестом классе школы-лицея «Дарын». На следующий год хочет поступить в Назарбаев интеллектуальную школу. Много слышала о самом передовом образовательном учреждении региона. Но на экскурсию сюда пришла в первый раз. Я очень сильно хочу поступить в эту школу, потому что моя сестра мне дома всегда говорит, что в этой школе очень хорошие учителя, и они очень хорошо объясняют. И то, что здесь ученики очень хорошо учатся. Моя сестра мотивирует меня сюда поступить. У нас биологии вообще нет пока что, но сестра любит биологию, и она говорит, что она в будущем хочет стать доктором, поэтому я тоже хочу стать будущим доктором. А у Райхана Марова и в Назарбаев интеллектуальной школе уже третий год учится старший сын. Сегодня она в качестве гида для своей младшей дочери Аружан. Девочка мечтает пойти по стопам брата. Прошли уже несколько кабинетов. Понравилась химия, что опыты там ставят. Не только теорию рассказывают, а именно опыты. Все это устраивает нас, что дети заняты. Образование получают, естественно, уровень другое образование. Это кабинет физики. В небольшой лаборатории ребятам показывают занимательный урок электростатики. Школьники с интересом наблюдают, как получают энергию с помощью альтернативных источников. Здесь образуются электрические воздушные токи и начинается толчок. Поступить в Назарбаев интеллектуальную школу хотят многие, но это непросто. Для начала претендентам нужно пройти строгий отбор. Начинается он с пяти вступительных экзаменов. Буквально пару-тройку недель назад мы получили решение о получении международной аккредитации. Теперь мы первая и пока что единственная в Северном Казахстане международная аккредитованная школа. Наш сертификат о окончании школы признается рядом стран как аналог их национальных сертификатов. Таким образом, наши учащиеся, им проще поступить в высшие учебные заведения, в частности, в Великобритании. В этом учебном году в отборочном туре участвовали более 500 шестиклассников из разных школ региона. Конкурс прошли 120 человек. Все они учатся бесплатно, на гранте. Абай Альжанов, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Когда главное вдохновение – это люди. Областной детско-юношеской библиотеки состоялась презентация четвертого тома «Большого труда» Галины Воробьевой. Работу над серией книг под названием «Тысяча лиц» заслуженный журналист Казахстана начала еще 4 года назад. В ней она рассказывает о самых известных и успешных личностях региона, о том, почему важно любить свое дело и людей – наш следующий материал. Июль 2017. Почетный журналист Казахстана Галина Воробьева презентовала третий том из серии книг «Тысяча лиц». В зале герои ее многолетней работы – мужчины и женщины, которые каждый день меняют родной город, регион, вносят общий вклад в развитие страны. Автор собирала информацию, много общалась лично, записывала интервью, старалась не упустить ни одной важной детали. И вот спустя два года Галина Воробьева рассказывает о своей новой книге. Первые два тома, это были два тома, назывались они «Краса и гордость» Северного Казахстана, потому что такое название подходит именно женщинам. Там, конечно, были только дамы. Но потом мне предложили расширить круг участников. И теперь у нас, скажем так, и мужчины достойные. Это не только те люди, которые работают и работают сами на себя. Нет, это как раз те люди, которые еще и чем-то интересным отмечены. Все они занимаются благотворительностью. Любовь к природе и языкам. Равиль Резапов и Заргын-Тайшиба не нуждаются в особом представлении. Их хорошо знают не только в Северном Казахстане, но и за его пределами. Деятели разных, но очень важных наук любят и гордятся делом, которым занимаются. А еще оба одинаково сильно восхищаются работой Галины Воробьевой. Писать о людях всегда было сложно. О людях – это не то, что какая-то техническая характеристика, какой-то сложной машины или обрисовать природные явления. Это писать о его душе, проникнув в сокровенное этого человека, раскрыть этого человека. Не боимся, сколько больные птицы. Форческий номер в день презентации – десяток статей для книги. Анна Фролова – одна из журналистов, которая общалась с героями серии книг «Тысяча лиц», а затем писала о них. Такой опыт работы, многочасовые беседы, страх не найти подход к спикеру. Еще хуже не раскрыть его. Анна не забудет никогда. Мне было очень приятно сотрудничать с Галиной Андреевной, с этим проектом, встречаться с теми героями, которые выпали на мою долю. Это были все женщины. Когда люди звонили, мы говорили, что ты попала в точку, и это тронуло их же история, тронуло их самих. То значит, все получилось. Они удивляли своими талантами, говорили автору теплые слова, делились историями, жизнь рассказывали, как начинали свой трудовой путь. Было ощущение, что на презентации собрались друзья, которые давно не виделись, очень рады встрече и не могут наговориться. Такие разные, но похожие в одном. Все, чьи имена вошли в четырехтомник из серии «Тысяча лиц», живут своим делом и не представляют себя без него. Я очень люблю свое дело, очень люблю медицину. Я считаю, что это самое интересное и важное, что есть в жизни. И это любовь у меня, можно сказать, с самого детства. Люблю то, чем я занимаюсь. Люблю детей, а сейчас уже взрослых студентов своих. Подходит ко мне, здоровается. Мне приятно, что мои выпускники, мои дети уже становятся взрослыми. Всю свою энергию, все свое свободное время я отдавала работу с молодежью. Участвовала в различных молодежных лагерях, организовывала во всех форумах с лидером нации, в Ассамблее народов Казахстана. И, наверное, из этого пошло, что с каждым разом я хотела работать все больше и больше. Домой участники презентации ушли с новыми книгами. А еще ожиданием выхода новой работы Галины Воробьевой. Почетный журналист страны планирует выпустить пятый дом серии «Тысяча лиц». Дарья Пашмынцева, Жулузбек Ермуканов. Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. МТРК. Будьте всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова